Хор ветеранов ГХК вошел в число участников краевого музыкального проекта. Он объединяет ветеранские певческие коллективы Бородиной, Зеленогорска и Железногорска. В мае хор Дворца культуры отлично показал себя на фестивале «Поющий май в Зеленогорске». Железногорцам предложили присоединиться к вокальному проекту, куда уже входили два города. Теперь ветеранов ГХК ожидают совместные репетиции с коллегами из других городов и гастроли по всему Красноярскому краю. Будем, значит, совместные программы готовить, ездить по нашим городам, не только закрытым. Вот сейчас в плане у нас Енисейск. Потом будем огромную программу, очень большую, готовить программу на юбилей Победы. Значит, уже договорились даже с оперным театром, они нам предоставляют свою даже сцену. И вот эти три коллектива, совместную программу будут готовиться к юбилею Победы. В этом году хор ветеранов ГХК отметит 18-летие. Мало кто знает, что статус хора коллективу присвоили лишь в прошлом году. А поначалу задумывали его как клуб по интересам. Ветераны-атомщики должны были встречаться за чашкой чая раз в неделю, общаться и петь песни. Но концертмейстера Ларису Кузьмину формат задушевного чаепития не совсем устроил. И возникла идея сделать хор. Вы представляете, что такое за столом песня? И когда коллектив не слушает друг друга, кто во что гораз, кто куда оттянет. Ну и пришлось немножечко дисциплину налаживать, налаживать потихонечку. Взять одну песню, вторую, третью. Потом смотрим, у нас уже что-то стало получаться. Слава всем ветеранам, слава героям войны, слава всем россиянам гордой великой страны. В коллективе сейчас поют 25 человек. Возраст у артистов почетный от 60 до 84 лет. Но руководитель хора называет их девочками и мальчиками. Не позволяет зацикливаться на возрасте. Они же в своей музе души не чают. Руководитель у нас, ну что мы, конечно, мы ее все боимся, уважаем, любим. И вообще у нас очень хорошая, строгая, но справедливая. За много лет хор для ветеранов стал настоящей отдушиной и лекарством от недугов, признаются артисты. Это наша одна отдушина. Да. Единственная на репетициях и выступлениях. Я, например, одна живу. И за неделю вот до того хочется пообщаться. И мы когда собираемся, мы начинаем разговаривать. Общественно нас еще ругать, Ладон Иванович Иванович, потому что мы это самое разговариваем. А потому что соскучишься и хочется все-таки пообщаться. Вот если мы когда что-то собираемся, такие хлебосольные, такие веселые, во-первых, один поет, другой стихи читает. Ветеран ГХК, хор вполне надежный, там поют и лихо пляшут. Он как молодежный. Ветеран ГХК нас и в крае знают, на ответственный концерт в драку приглашают. И фонограмму мы не гоним. Всем мы заявляем, под Евгением и Абаян песни исполняем. Уже осенью коллектив Дворца культуры начнет репетиции патриотической программы с коллегами из Бородино и Зеленогорска.